Мужчина замерз насмерть на дороге у поселка Желнино под Держинском. Местные жители обнаружили его только утром, подряд машины. Он попал в ДТП, однако погиб не от травмы, а от переохлаждения. В Бендерах двое детей госпитализировали с отравлением угарным газом. Малыши поступили в ремниционное отделение детской больницы. Врачи диагностировали у детей острое отравление продуктами горения. Женщина в Николаеве шла по улице и внезапно упала на землю. Ей стало плохо, а помочь ей никто не смог. Она скончалась до прибытия медиков. Таких шокирующих и трагичных инцидентов теперь возможно будет избежать. Да придет спасатель. Так называется новое приложение для смартфонов, которое разработал питерский волонтерский отряд «Экстремум». Проект еще совсем молодой, он действует пока что в пяти городах России. Однако уже победил в конкурсе фонда президентских грантов. Нижний Новгород стал шестым городом, где начал работать этот уникальный проект. Пользоваться приложением может любое. Оно простое, бесплатное и находится в открытом доступе. Пострадавший может нажать кнопку или тот, кто рядом с ним находится. И на квартире сразу будут видны все люди, которые находятся рядом. У нас есть нормативы по прибытию скорой помощи, пожарных, но они там порядка 20 минут. И если это Нижний Новгород или какой-то крупный город, там плотность населения большая и помощь оказать намного проще. Но если мы говорим о каком-то районе, когда на трассе на 50-100 километров нет ни одного медика рядом, то вот именно эта система, один единственный спасатель, он может помочь пострадавшему спасти чью-то жизнь. Пригодится приложение может и в городе, ведь по опыту работы волонтеры из поисково-спасательных отрядов часто могут прибыть оперативнее экстренных служб. Допустим, я нахожусь в весьма отдаленном и не столь оживленном месте города. И я травмировал ногу. Например, вот здесь. Самостоятельно передвигаться я не могу. Людей рядом нету. Но теперь можно не паниковать и не кричать «Ау!». Я спокойно достаю смартфон, открываю приложение «Спасатель рядом» и нажимаю большую красную кнопку «Нужна помощь». Дальше все просто. После нажатия кнопки приложение предлагает выбрать один из четырех вариантов, из-за чего случился инцидент. Человек без сознания, сердечный приступ, ДТП или травмы. Мы выбираем травму руки или ноги. Далее геолокация определяет, где мы находимся. Ее также можно указать точнее вручную. Далее можно написать уточняющую информацию. После нажатия на кнопку «Вызов помощи» приложение само предлагает вызвать службу спасения и напоминает, что спасатель рядом их не заменяет. После этого приложение анализирует, кто из спасателей находится ближе всего и посылает ему вызов на смартфон. А значит, к нам направляются и экстренные службы, и человек, который может оказать первую помощь. У каждого волонтера в системе есть все необходимые навыки и аптечка, ведь они обязаны пройти специальное обучение. Сдать аттестацию. Тогда вы устанавливаете вторую часть приложения именно для спасателей, включаете кнопочку на дежурстве, и вот вы уже готовый добровольный спасатель. Пока в Нижнем Новгороде нет учебных центров для участия в этом проекте. В поисково-спасательном отряде «Волонтер» рассчитывают, что учеба вскоре начнется. Ведь в отряде уже получили от добровольцев порядка 40 заявок на участие в проекте. Мы сейчас ведем переговоры с несколькими учебными центрами, и с медицинской академией, и с частными коммерческими, и с медицинской катастрофой, для того, чтобы максимально сделать их большое количество и удобные по логистике. Сейчас в проекте всего 300 волонтеров-спасателей и более 10 тысяч обычных пользователей, так называемых свидетелей. Каждый день приложение фиксирует от 3 до 5 инцидентов. Чем больше людей с активной жизненной позиции скачают приложение, тем больше шансов спасти жизнь того, кто попал в беду и нуждается в оперативной помощи. Даниил Воронов, Дмитрий Засухин. Время новостей. Итоги недели.